...того, как решить вопрос с нагрузкой. Вопрос стоит, первый, это майнинг. Малые, большие, дневные и отдельно взятые, штучные такие аппараты, которые майнинг. На мой взгляд, если власть имеет большое желание, то этот вопрос решается легко и просто. Дело в том, что любые майнинги, в малых, больших количествах, неважно, они обслуживаются специалистами, айтишниками. Они их периодически обслуживают. То есть, все адреса, малых, больших, первых, также в частном секторе, все адреса неизвестны. Просто достаточно пригласить специалистов в айтишнику, в службу госбезопасности или же вообще в МВД, и провести соответствующие собеседования. Все адреса все известны. Есть и другой образователь. Есть и айтишник компании, с которым можно заключить соответствующий договор. Они нам придумают программу, специальную программу, которую введут в систему. Система эта, без которой майнинг не работает. Введут, может быть, грубые, неправильные меры. Но, если это выруждаем государство, я считаю, что эти тоже методы необходимы. Мы же знаем, что государство всегда на один патрон больше. Если мы так думаем, то можно это применять. То есть вводится вирус, который полностью выводит из строя все вот эти аппараты нормальные. Все и закончится. Дальше, когда мы закончим с иногустами, мы начинаем программу по всей стране по установке приборов учета. По этому поводу мы слышим от властей, что нужны миллиарды для того, чтобы поставить приборы учета. Я с этим категорически не согласен. Для того, чтобы установить приборы учета, мы знаем, помним еще в советское время, сегодня, когда у нас применение отношений в демократическом обществе, всегда приборы учета устанавливаются за счет абонентов. Так было всегда. Поэтому, конечно же, это непростой и нелегкий труд, но он очень возможен. И нужно. Далее, что мы делаем? Далее мы начинаем реформирование системой энергоснабжения. О реформах говорить можно по-разному, в различных вариантах. касательно того, что люди, которые живут в деревнях сегодня, действительно не имеют других источников дохода, кроме штучных аппаратов, которые позволяют им получать какие-то финансовые возможности для житья-бытия, как говорится. Для них есть выход тоже. Но об этом сейчас говорить не будем. Я об этом вам расскажу, уважаемые журналисты, в свое видение, после того, как мы решим проблему герпетики, проблему майнинга и когда мы решим вопросы установки счетчиков приборов учета.